Если на f8, то я вадя f1 сразу меняю вадю еще на конце. И у нас там возникает игровая позиция, я думаю. А если король h8, поскольку кое на d7 поле f8 бьет, то на вадя f1 можно вадю и отойти. Опасно, вадя f7 там где-то длинет. Ну, поэтому вадя d2 может быть, ну, в общем, да, там непонятно. Вадя d1 еще раз настоял, да? Ну, вот похоже, что Рустам обдумывает вот как раз сходить в e3 сразу. Вот и пошел он, e3. Ну, слон e6 вынужден. Да, слон e6 вынужден, но потом, видимо, нужно правильно. Мне кажется, на f8 все-таки спокойнее как-то мат не получить. Ну, на f8 тогда вот все-таки слон e3, слон e3, слон d7, кое на d7, ладя f1. И у нас позиция достаточно игровая. Сейчас мы попробуем этот вариант рассмотреть. король f8, забрать на e3, да, слон e3, ладья f1. Ладья f1, да, да. Черный преимущество все-таки там, я думаю. Да, тут просто, видимо, ладья успевает отойти и... Нет, я ладью поменяю, слон d3, слон d7, кое на d7, ладья f1. Побил, побил, и конь f6, да, пока. Какая-то ход игра. Угу. Да, интересная позиция. Да, потом поставлю слона на c5, фишку на b6 и начну фишку d5 окучивать. Ну, и потихонечку, я думаю, высот шахмата. Ну, вот пошел как раз ростанк в король f8. Еще ладья e1 есть какой-то 29-й ход. Да, да, ладья e1 сейчас есть возможность пойти, и, может быть, это вот останавливает всю эту... Чтобы ничего пока не менять кардинально. Ну, тогда в духе позиции ладья бьет d5, ладья бьет d5, наверное, да? Слон бьет d5, конь бьет d5, так что попробовать. Или сначала e2 двинуть, чтобы пешку, чтобы не зевать все-таки на e3, наверное, сразу e2 пойти, и потом уже ладья d5, конь d5, и, может быть, очень сильная инициатива у черных, потому что слон-то так и не развит. Да, ну давайте еще вернемся к этой позиции позднее. Очень интересная борьба. Да, я вот переключил на партию Гулисханных Баевой. Гулисхан, это вот фирма. Она тоже есть в списках, но почему-то пока ее тоже не...